это проект старта pz мы рассказываем о казахстанских разработках и эти решениях делающих нашу жизнь проще мы снимаем эту программу в обычный будний день и начинается он для меня как для тысяч мам за школы и садика дети поехали отвезла детей в школу садик а дальше как знает каждый родитель сидишь и их переживаешь дошел ли твой ребенок со школы успел ли к репетитору и вот тут на помощь приходят казахстанские разработки асад здравствуйте очень приятно познакомиться это ваш офис за мы здесь работаем на стол на хабби нашу посмотрели даже ну расскажите что может kit security знаете вот сейчас у наших современных родителей есть где такие проблемы связанные когда дети идут школу сами идут секции на кружки то есть первое естественно переживают где он с кем он что он делает конечно и второе это сейчас у наших детей есть телефон из раннего возраста и что он делает в телефоне сейчас мы знаем там всякий мусор соцсети и игры и так далее и приложение собственно помогает упрощать контроль как в реальном мире так как часто ваши дети ходят передвигаются самостоятельно и как вам это приложение помогает у нас получается с утра они все выезжают кто на такси кто мы самостоятельно отвозим в принципе в течение дня это приложение мне помогает отслеживать где они куда они поехали но также вот они передвигаются на такси и это приложение нам помогает тем что мы можем отслеживать их маршруты чтобы они куда-нибудь в другое место не заехали ну и плюс контроль нужен так как они все-таки дети и тем более что у нашей семьи есть особенный ребенок и как раз таки его отслеживать это в первую очередь потому что сейчас ему 13 лет и он передвигается самостоятельно по городу я уже давно искала такой гаджет и но чтобы был удобен но так как у нас есть проблемы тактильные на сенсорные он вот это все снимает но пользуется телефоном и вот сейчас это приложение очень помогает потому что вплоть до 10 метров точности показывает как он идет чтобы он никуда не сворачивал чтобы лишние маршрутом не нарушал он идет допустим со школы ко мне на работу или домой едет мы это все видим ребят расскажите чья была идея установить приложение и кто им чаще пользуется мне посоветовали коллеги на работе друг на работе что мы но есть такое приложение установи его и можешь отслеживать где находится ребенок прослушивать я сразу же пришел домой посоветовался супругой типа давай установим попробуем вот получилось кто чаще пользуется как мать конечно больше за больше переживать за ребенка поэтому и пользуется больше какой функции чаще пользуюсь чаще пользуюсь функции где находится сейчас мой ребенок смотрю его локацию следить как дошло до школы да ну что чтобы не свернул там с дороги никуда с плохой компанией связался и так далее после школы что еще может также можно посмотреть сколько времени провел в приложениях мессенджеры соцсети игры также это время ограничить установить лимиты то есть не тут не больше часа и поговорить также и дальше автоматически система выключается у него баса лимита на лимит на социальные приложения но больше сидит в тик-токе как и да какие все как и все дети да поэтому стараемся ограничивать от такого до негативного много же видео бывает таки негативных поэтому стараемся чтобы смотрел поменьше больше вам развивался другой сфере один час а дальше все отключается не жалуется сын да находит там другие 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 там другие телефоны планшеты и так далее там еще есть такая замечательная функция как лимит на игры на всякого рода приложение там youtube тик-ток этой функции вы пользуетесь ну естественно конечно у нас так как отследить сложно их много и ночью бывает что играют но лимиты у них уже стоят похожие приложения девайсы они уже есть на рынке например часы чем кит секьюрити отличается от них у нас кстати был первый проект связан с часами там у нас были несколько моментов то есть родители покупали часы больше как игрушку как подарок пользовались ими месяц-два потом ребенок все равно взрослеет и покупает просит родителей купить телефон начинают с первого со второго с первого класса сейчас родитель покупает телефон и наше приложение для телефонов все это первое время там не забрасывается по статистике два-три месяца максим в среднем это больше подтверждая потом переходит на смартфоны и смартфоны уже надолго мы больше сконцентрируемся на смартфоны и случае смартфона можно масштабировать другие страны в случае с часами нужно закупать часы отследить и другие страны чтобы расти масштабироваться случае с телефоном телефоны уже у всех есть достаточно сделать приложение что мы сделали и масштабировать другие страны как вы знаете я работаю в сфере образования именно поддержки детей с аутизмом и сама воспитываю такого ребенка и вот в прошлом году был случай когда девочка с особенностями с аутизмом в кустанае по-моему она убежала из дома и утонула вот и такой трагический трагический момент был и я думаю что именно такое приложение очень сильно будет помогать родителям особенно детей так как можно положить маленький телефон в рюкзачок и если знаете статистику то почти 80 детей процентов детей не разговаривают и положить просто приложение положить просто телефон отслеживать ребенка слушать кто рядом что говорят что зачастую наши дети не могут это все до конца сказать даже мой ребенок разговаривая до конца не может передать все то что происходило рядом с ним поэтому это очень важно именно для родителей особенно детей неужели подобных приложений не было привыкли приложений много таких чем вы отличаетесь мы отличаемся тем что когда мы делали исследования изучали очень много детей встают в штыки да не хотят чтобы контролировали особенно постарше мы искали ключ как сделать так чтобы это был симбиоз и родителю была ценность пылью для родителей ценность для ребенка мы разработали систему мотивации ребенок может делать интересное станет звание в трех категориях школьные задания с учебой связан по спорту и потом делаете задания получают от родителей виртуальной монетки и до того как он начал делать с родителем сразу договариваемся ребенок договариваться что я 200 монет и такими маленькими интерациями он собирает копить себя на мечту и соответственно как бы приложение становится своего рода активом чтобы он захотел удалить чтобы она была для иноцентра это очень интересно давайте посмотрим что за задание сюда ребенок это вот и как родители здесь он здесь ставит свою мечту сейчас вот через приложение ребенка зайдем что есть ребенок он заходит ставит мечту мечта сюда прилетаем допустим велосипед а вы тут видите о чем мечта история сделанных дел здесь показано то что вот ребенок каждый день делал убирал постель ходил на теннис на бокс делал уроки по 5 монет по 10 монет получается и задание мы это стандартные выдаем ребенка стандартные какие-то задания можете родители 5 и индивидуальные задания допустим я писал прибавить балкон 10 монет вместе с тренировок то не так я для примера делал добавить задание пишем свое задание там вынести мусор к примеру сколько монет за это вы даете а у него допустим цель 300 лет вот эти 15 монет будет какой-то процент этой цели а то есть вы как-то оцениваете да во сколько монет обходится этот велосипед к примеру примерно родители видят что мы как разработчики поставили стандартно 10 монет такая базовая ставка ну вы сами решаете это будет велосипед сколько стоит монет 1000 или 200 или 100 а какая функция в этом приложении тебе нравится больше всего зарабатывать деньги тимур что в твоем списке желание сейчас кимоно и и сейчас место новые наушники какие вы даете задание ребенку в приложении чтобы он зарабатывал ну вообще у нас дети очень самостоятельные они убираются сами дома моют посуду поэтому чем удобно это приложение тем что сейчас они зарабатывают баллы это как-то оценивается и есть мотивация поэтому все сейчас идет по порядку еще мне очень понравилось то такая функция что они могут в чате писать свои желания вот сегодня я сидела на приеме и увидела то что тимур написал что он хочет стать мастером спорта по дзюдо если подходить с точки зрения достижения цели и когда ребенок ведь что такое там желание да это какая-то цель его такая музыка она небольшая но он хочет ее достигнуть это формирует его как личность в умении достигать тех целей которые перед собой ставят поэтому в этой части я хорошо отношусь единственное конечно да все зависит от того какое-то желание и то есть если я хочу там извините мне что-то дорогое и в там в кратчайшие сроки конечно нет а если это разумное желание мы там хотим на выходных пойти в кино и там я хочу что-то такое что мне поможет развиваться да это может быть дороговато стоит но у него ставится разумный срок разумные цели да тимур сказал что хочет новые наушники какие вы ему задания поставить ну допустим мы поставим цель за то за новые наушники это же тоже надо более сложную логику выучить да то есть это не просто ты по нотам должен отыграть а ты должен выучить и и это скилл который ему придется преодолеть это опять-таки трата времени памяти соответственно он будет развиваться и да за такие вещи можно наушники даже вот наш офис здесь мы работаем на штате 28 человек из них большая часть половина эти специалистов находится на удаленке есть у нас в турции ребята есть в россии казахстане и вторая половина находится в офисе дизайнеры маркетологи техническая поддержка мы здесь сидим но и руководство айтишники project-менеджеры на удаленке я смотрю в основном очень молодые да у вас ребята ребята молодые активные креативные да ну как бы средний возраст наверно 26 27 и это в основном эти специалисты последний раз считал где-то 11 эти специалистов и остальные сколько там 16 не эти вообще говорят что у нас тяжело найти квалифицированной эти специалисты очень много говорят по поводу утечки мозгов правда это или нет и вообще как наши эти специалисты конкурентоспособны нет вообще откровенно говоря да тяжело искать хороших эти специалистов сейчас вот что хорошо после пандемии именно войти сфере стала кстати так комфортно удаленно работать не обязательно если классный спец находится в турции украине белоруссии или в россии можно работать удаленно то есть это не граждане казахстана это вы нанимаете людей фрилансеры они зарубежные фрилансеры это специалист который мы заключаем трудовой договор да и он может работать с другой стороны находится в штате но это не казахстанцы у таких не так много есть такие кто переехал казахстан из ближних стран и сейчас живет здесь работает у нас а вообще сейчас сколько в среднем получают эти специалисты у нас в стране 300 тысяч 300 400 тысяч и выше сейчас вот последние два-три года чувствуется как бы появился астана хаб министерство цифрового развития очень сильно в этом плане работает появились вузы айти айти вуз и стало модно быть отличником и очень много действительно молодых специалистов которые помимо университета что мы ценим он не просто в университете учиться он свободное время сам учиться заходят в google заходят youtube он сам вступает какие-то сообщества и кстати про активно самоучка в основном вот такие вот добиваются карьерного роста а если просто в университете сидеть и познать только то что там дают и сейчас как раз такого пошел тренд когда вот наши студенты казахстанцы так делают сами дополнительно проходите курсы дополнительно еще деньги подрабатывают учатся и уже четвертому курсу у него уже опыт работы два-три года параллельно в эти компаниях ну вот автор того что мы видим итогового варианта до дизайнер это наш специалист девушка молодая видела да у нас есть сомбат дизайнер и викс его и дизайнер сейчас как вот кстати и идет работа по усовершенствованию по сделать вкуснее вкуснее дизайн приложения она нам сейчас подробнее расскажет как она это делала на сезон все расскажет сомбат расскажите сколько сейчас пользователей приложения кит-секьюрити кто они кто ваша целевая аудитория женщины мужчины сколько им лет хорошо но на сегодняшний день у нас более 2 миллиона скачиваний из них 150 тысяч активных пользователей целевая аудитория это родители в основном мамочки 25-41 лет дети школьного возраста это 6 12 лет то есть родители детей школьного возраста и папа и мама все пользуются активно нашим приложением а точных данных по количеству у вас не есть есть можно посмотреть вот география продаж 25 процентов и в европе у нас пользуются 10 процентов сша и 58 процентов это у нас пользователи с снг я знаю что приложение менялась они так давно у вас прошел ребрендинг почему мы сделали ребрендинг но связи с тем что мода меняется тенденция и также мы работаем над стабильностью приложения улучшаем его каждый год каждый раз вот и связи с этим у нас произошло произошли новые изменения так скажем дизайне функциях в стабильности и так далее и наше приложение само по себе оно такое уютное предназначено для родителей это заметно и по нашим иллюстрациям да то есть мама папа сладкие детки мы также собираем информацию да для чего для чего нужно наше приложение да то есть знать местоположение контролировать время на игры ребенка и так далее то есть все наши функции вот эти функции доступны в базовом пакете в базовом пакете в премию пакете всех не все доступны бесплатные версии не все бесплатная версия только местоположение далее также мы смотрим сколько детей у пользователей а сколько вы можете добавить хоть сколько детей не ограниченное количество на наше приложение работает в связке с детским приложением то есть security основное родительское приложение устанавливается на рабочий телефон родителя на телефон ребенка устанавливается наше детское приложение она называется тигру его тоже нужно установить и они между собой линкуются то есть образуется связка мы привязываем ребенка к родителю и с помощью этого можем видеть местоположение и все нужные нам функции реализовывать как приложение будет меняться на чем вы сейчас работаете прежде всего мы сейчас работаем над стабильностью приложений чтобы родители круглосуточно могли иметь доступ до к нужным функциям потому что как я ранее сказала безопасность это важнее всего то есть если ребенок где-то там не вышел на связь то это уже и паника для родителя поэтому стабильность также мы работаем сейчас над улучшениями существующих функций то есть внедряем новые технологии для прослушивания и так далее можно подробнее ну чтобы качество звука было лучше время соединения было намного быстрее теперь по поводу ценообразования какая стоимость у приложения то есть для родителя ну и потом уже про коперциализации сейчас у нас казахстане и на странах снг в месяц 1499 если на год почти 10 тысяч скидкой других странах мы продаем также в европе в америке там ценник выше полтора в два раза там культура потребления другая они уже привыкли покупки делать именно в приложениях во вторых да там уровень выше как-то будете пересматривать эту стоимость какие-то планы есть не знаю условно если вы добьетесь там отметки в 3-4 миллиона цена будет меняться как будто не думали пока такие цены стоят но смотрим просто на инфляцию когда цены сильно растут тоже можно поднять теперь можно о коммерциализации проекта наверняка уже есть какой-то бизнес-план сколько вы сейчас стоить сколько уже было инвестировано самом начале мы вложили около 15 миллионов тенге собственных денег которые были заработаны из других проектов с наш первый проект затем мы привлекли инвестиции присед сид раунда около 120 тысяч долларов примерно 50 миллионов тенге инвесторы вошли в долю дальше мы вышли на безубыточность то есть начали работать в ноль наши доходы покрывали наши расходы увеличивали штат сейчас работаем уже в прибыль привлекаем следующий раунд инвестиции последний раунд мы привлекали по оценке миллион четыреста долларов сейчас привлекаем по оценке в 10 миллионов долларов оценка привлекаем миллион долларов по оценке 10 миллионов сейчас как раз общаемся с инвесторами на счет этого а поступали уже какие-то предложения выкупить приложение в прошлом году поступало из израиля но по сумме там не сошлись что по поводу господдержки она была в достаточном объеме нет хочется отметить что вот последние два-три года идет хорошая поддержка от государства инициатив которые уступают и президент от министерства своего развития то есть государство реально хочет чтобы наша страна выходила от нефти от сырьевой зависимости и была эти гигантом вот мы сейчас находимся в астана хаби астана хаб хорошо помогал на старте это кстати вот и для начинающих стартаперов то есть дают места дают образовательные программы есть денежные программы также гранты сидмани программа мы тоже там участвовали получали 20 миллионов от астана хаба программа сидмани то есть идет поддержка очень хорошая и я считаю надо этим пользоваться сейчас такое время которого не было раньше вы считаете это достаточно объем 100 процентов разделить стартап зарождение чтоб как-то вырасти он может процентов 10-15 поддержка до государства все остальное конечно это человек который это все делает его упорство его трудолюбие вера на этой ноте самое время перейти к нашей школе стартапа перед встречей с инвестором обязательно подготовьте убедительную презентацию расскажите какую боль вы решаете в чем уникальность вашего проекта не забудьте подчеркнуть почему это хорошая инвестиционная возможность и также подчеркните потенциал роста и прибыльности после того как вы презентуете свой проект инвестору обязательно незамедлительно свяжитесь с ним информируйте о вашем прогрессе ваших успехов успехов в проекте ну и в целом сохраняйте хорошие отношения с потенциальными инвесторами потому что это инвесторы тоже общаться между собой и они могут порекомендовать вас другому своему знакомому когда мы говорим о цифровой безопасности детей на ум приходят всякого рода синяки и так далее и тому подобное но как утверждают разработчики сейчас перекочевали такого рода мошенники больше в мессенджеры у вас там есть возможность следить за тем кто пишет вашему ребенку бывало такое что вы попадались такие странные сообщения конечно бывало и у нас старший сын ему 14 лет в прошлом году мы столкнулись с тем что переписки я нашла сообщение где одноклассник как бы выманивал у него деньги там какие-то как это называется поинты или что и это очень сильно меня тревожило то что мы не можем их как бы коды да там но я не все коды знаю детей и нам это очень помогает тем что я могу контролировать от кого приходят сообщения так как это сейчас очень важно тем более что когда детей очень много отследить каждого это очень тяжело а то что это все помещается в одно приложение и ты можешь это контролировать и не только я но и супруг тоже это очень радует сильно удивило что мансур один передвигается причем на достаточно серьезные расстояния он на велосипеде и мансур у нас уникальный тем что он у него есть диагноз аутизм но в то же время мы более пытаемся его сделать так чтобы он был самостоятельным во всем удобно тем что он передвигается на велосипеде на самокате он передвигается на роликах и он передвигается один без помощника раньше мы как бы за ним ездили но не всегда же есть такая возможность а сейчас в этом приложении я отслеживаю он может но около 4 5 километров проехаться там от учителя на велосипеде спокойно причем это может быть и 9 часов вечера и 10 часов вечера ну как бы мы уже не переживаем но все в радиусе нашего района 2 вас дети играют на пианино на гитаре я видела кубки медали они у вас целый день занят они на какие секции кукушки ходят нет просто у нас как бы есть же такое понимание что ребенок должен быть развит во всем мы стараемся просто детям какие-то общие навыки привить и что-то из них обязательно останется за ними а так действительно не много уходят по городу самка что они целый день заняты практически но вы активно пользователь кит-секьюрити а вы следите за передвижением только детей или какими-то функциями другими чаще пользуетесь ну на самом деле я наверное не такой активный пользователь кит-секьюрити как мама да я только-только в этот процесс включаюсь до этого я пользовался приложениями вот так скажем аналогом ну так это производители то есть от google каких-то вещей там и полоски приложения это идет семейный доступ но они как правило там многие вещи не позволяет если там например у ребенка другой телефон или то есть у нас же сейчас проблема какая в нашем обществе у нас большое огромное количество приложений и каждый приложение дает какую-то очень небольшую часть и вот то что супруга принесла я пока еще погружаюсь в этот процесс но уже увидел то что само приложение в себе совмещает много вещей в принципе можно качать много разных приложений достаточно иметь одно вот и я думаю что у этого предложения есть хорошая перспектива в целом в казахстане сложно развить стартап найти инвестора заручиться какой-то господдержка может быть такой тяжелый вопрос но сложно понять и относительно наверное вообще где-то я слышал что люди делятся две категории то есть кому-то интересно создавать что-то кому-то интересно стать классным профессионалом я вообще у меня раньше была цель стать классным банкиром зампредом председателем я к этому шоу потом в какой-то момент просто менялась я понял что создавать бизнес тяжелее очень много нервы выходит очень много упорства нужно где-то удачи в целом сейчас пройдя этот путь можно сказать что это не так сильно сложно но это можно делать тем более сейчас идет поддержка государства то есть можно прийти в астана хаб можно прийти сейчас во всех городах строится таки эти хабы во первых это есть где сидеть вместо кого во вторых это очень классная образовательная программа потому что мы когда пришли поступили в акселератор айти акселератор он очень сильно вправляет мозги все эти розовые улетучиваются ты знаешь что делать уже какая-то база есть ну и про инвесторов можно и нужно пользоваться каким-то грантами на начальных этапах эти гранты помогают пережить первое тяжелое время затем добиться каких-то первых прототипов приложениям и прототипы сделать первые продажи затем уже пойти и искать инвесторов и кстати сейчас многие казахстанские бизнесмены которые раньше вкладывали деньги в депозиты и в квартиры традиционку сейчас идет тренд именно венчур айти инвестирование то есть они видят что кто-то инвестирует зарабатывает и этот тренд растет культура растет то есть так скажу сейчас это в два в три раза легче чем пять лет назад и реально наши казахстанские бизнесмены приходят условно говоря в астана хаб и счет кого инвестировать тип такого да то есть сейчас в алмате в астане по крайней мере сколько я знаю создаются такие айти тусовки мост астана хаб тергарда кто-то сами часть таки инициирует скидываются там 10-20 человек скидывает свои деньги свободные назначаются управляющие которые уже эти деньги инвестируют ну и традиционный вопрос ваши советы начинающим стартаперам если стартапер определился что он хочет что-то создавать если он хочет быть классным профессионалом финансистом врачом и так далее лучше делать это если он чувствует что он хочет создавать и он готов пройти этот путь тогда быстрее начинать быстрее ошибаться чем быстрее ты ошибешься тем ты сделаешь больше интеракции не одна ошибка 100 ошибок а из этих 100 ошибок по-любому 10 или 5 а вот вы наверняка проводили какой-то аналитиков проекты в какой сфере охотнее инвестируют сейчас все говорят про искусственный интеллект big data data science медицина ед тех после пандемии очень сильно конференции те же самые как зум онлайн образование такие сферы сейчас очень сильно растут медицина ну и наверное финтех после нашего каспий многие хотят делать хорошо спасибо пожалуйста всего